Всем привет! Это канал Просветок и с вами Дмитрий. Сегодня мы поговорим о пероноспорозе, о страшной болезни огурцов, которая может поразить весь урожай, а также о тех препаратах, которые могут спасти огурцы от этого заболевания, причем без применения химии. Пероноспороз – ложная мучистая роса, довольно распространенное заболевание огурцов, а также кабачков и тыквы. На листьях появляются угловатые желтые пятна, а с обратной стороны листа виден небольшой налет сероватого либо беловатого цвета. И вот это и есть пероноспороз. Этим заболеванием огурцы могут поражаться как в теплицах, так и в открытом грунте. И благоприятными условиями для развития этого заболевания является высокая влажность и температура, а также загущенные посадки. Именно в таких условиях болезнь распространяется очень стремительно, и за считанные дни все огурцы могут пострадать, погибнуть, побиться пятнами, и урожая хорошего вы, конечно, не дождетесь. Это заболевание легче предупредить, чем потом лечить. И первое условие – это соблюдение севооборота. Не стоит высаживать огурцы на одном месте много лет, а также выращивать их после кабачков, тыквы, либо других бахчевых культур. Для огурцов нужно выбирать правильное место. Лучшими предшественниками для огурцов являются бобовая культура, картофель и томаты. Вот на таких грядках огурцы будут расти более лучше и в меньшей степени будут подвержены заболеваниям. Также следует выбирать и место посадки. Не высаживать огурцы в каких-то местах затененных, где плохо продувается ветром огурцы, а также в низинах. Вот в таких местах огурцы будут также подвержены пироноспорозу. Для посадки выбирайте места солнечные, где есть ветерок, огурцы хорошо продуваются. Это будет влиять также и на хорошее опыление. Также не следует забывать про питание. Если растения получают в достатке питание, они нормально и развиваются, имеют сильный иммунитет, то есть устойчивы к различным болезням. Поэтому не поленитесь хорошенечко заправить грядку для огурцов органикой, нести минеральное удобрение, либо залу. В этом случае огурцы будут получать правильное питание, хорошо развиваться и иметь естественный иммунитет. Третье условие – это применение биопрепаратов. Например, биопрепарата на основе синой палочки. Вот я использую вот такой биопрепарат в жидком виде. Синая палочка – природная защита. Почему именно в жидком виде? Потому что здесь уже есть живое начало. В отличие от сухих биопрепаратов, например, на том же циолите, в них синая палочка находится в споровом состоянии, а значит, ей нужно время, чтобы активизироваться. А здесь она уже живая. То есть вы развели биопрепарат по инструкции, обработали огурцы, и все, синая палочка начинает действовать. Она, как симбиотическая бактерия, проникая в само растение, поселяется в прикорневой зоне и защищает растение от различных фитопатогенов. А еще есть один плюс синой палочки – то, что она улучшает питание огурцов. Значит, как я обрабатываю? Беру 100 мл препарата на 10 л воды, все это развожу и обрабатываю по листу огурцы каждые две недели. Обработки я начинаю примерно тогда, когда появляется на огурчиках два настоящих листочка. И вплоть до самой осени я постоянно обрабатываю и обрабатываю огурцы синой палочкой. Но есть важный момент также при обработках. Ни в коем случае нельзя обрабатывать огурцы синой палочкой и другими биопрепаратами, когда светит яркое солнце. Ведь ультрафиолет убителен для микроорганизмов. Поэтому обработки нужно проводить в вечернее время, когда нет яркого солнца. В этом случае микроорганизмы не пострадают. Они уже проникнут в растения, где-то там поселятся в почве. И растения будут нормально развиваться, не будут болеть. Как видите, мои огурчики вполне здоровы. Нет никаких признаков заболеваний. И в таком состоянии они у меня находятся до поздней осени. Они всегда зеленые и дают большой урожай. Вот здесь у меня грядка 2 метра на 8 метров. И вот с этой грядки я собираю каждый год примерно 300 килограммов огурцов. Это по сути очень хорошая урожайность. Поэтому огурцы мы и закатываем, и маринуем, и засаливаем в бочки, и даже соседям раздаем. Потому что некуда девать урожай. Но ведь бывают такие случаи, когда под рукой нет биопрепаратов. Что же тогда делать? Воспользуйтесь обычным сеном, либо соломой. Замульчируйте свою грядку с огурцами. Потому что на сене, либо на соломе есть та же сенная палочка. Да, конечно, мы не знаем, какие там штаммы, активные, неактивные. Будут ли они защищать растения очень хорошо от фитопатогенов, либо не будут. Но какой-то эффект все-таки положительный будет. Но биопрепараты, опять же, более эффективные, я скажу. Потому что там уже штаммы подобраны. Там выбираются самые активные штаммы, которые уничтожают различные болезнетворные вот эти начала. Но это все для поклонников органического земледелия. Но я знаю, что есть огородники, которые предпочитают действовать химическими препаратами. В принципе, я иногда их применяю. Ну, конечно, не на огурцах, но на других культурах приходится применять. Потому что есть такие случаи, что какие-то оптимальные условия для развития фитопатогена. Погода благоприятствует развитию вот этих заболеваний. И, конечно, без химии, когда уже болезнь прогрессирует, никак не справится. Поэтому, если у вас приключилась беда, и огурцы уже очень поражены пероноспорозом, а урожай все-таки хочется получить, то можно применить химические препараты. Против пероноспороза очень хорошо действуют медсодержащие препараты. Оксихом, либо ордан. Но всегда при обработке учитывайте сроки ожидания. Они могут быть значительными. Это может быть неделя и две. И в этот период урожай собирать нельзя. Обеспечьте надлежащий уход своим огурцам, и тогда вы будете собирать урожай до самой глубокой осени, до наступления морозов. Спасибо за внимание и до новых встреч!